У Латвии новая вакцина от коронавируса 1200 доз американской вакцины Модерна сегодня вечером доставили в страну одновременно с другими европейскими странами. И сегодня же Кабмин договорился о создании штаба управления вакцинацией. Его сотрудники будут подчиняться лично министру здравоохранения. Ситуация с COVID-19 в стране до сих пор очень серьёзная и критическая. Мы не можем расслабляться. С этих слов глава правительства сегодня начал пресс-конференцию после очередного совместного заседания правительства и кризисного совета. А значит и послабление ограничений пока ждать не стоит. Иногда мы слышим, что ограничения не работают, потому что заболеваемость растёт. Я бы ответил на этот вопрос так. Ограничения работают, так как рост заболеваемости очень медленный. Он соответствует коэффициенту репродуктивности на сегодняшний день. Он немного больше единицы. Это означает, что 100 человек заражают 116 человек. Для сравнения в Ирландии этот показатель 3. И 100 человек заражают сразу 300. Отмене ограничений может поспособствовать вакцинация населения. Напомню, пока что вакцина доступна лишь медикам. Однако сегодня Латвия получила первую поставку ещё одной вакцины. Компании Модерна. Пока только 1200 доз. Которые, в отличие от препарата Pfizer-BioNTech, можно хранить в более простых условиях. При минус 20 градусах, а не минус 70. За хранение и логистику этой вакцины в Латвии будет отвечать компания с говорящим названием. Вакцина. Особенность этой вакцины в том, что после того, как препарат достают из морозильной камеры, при температуре от 2 до 8 градусов, её можно хранить в течение 30 дней. Пока специалисты расфасовывали вакцину, министр здравоохранения сообщал о создании специального штаба вакцинации. Со стороны правительства нам будет необходимо финансирование, так как в распоряжении Минздрава нет средств для того, чтобы нанять команду. Нам будет нужно около 10 сотрудников. И самое важное, что этому бюро будет необходимо, чтобы там соблюдалось условие, что работники занимаются только вопросом вакцинации. Они отвечают за какие-то вопросы из отрасли медицины. Официально утвердить создание Центра управления вакцинацией кабинет министров планирует в четверг. Зато уже сегодня правительство договорилось увеличить размер минимального пособия по простою с 330 до 500 евро уже с 1 января. Претендовать на него смогут как работники предприятий, так и самозанятые лица, и те, кто работает в системе патентов. Правительство также не стало менять принятое раньше решение о необходимости использования масок и детьми в начальной школе. Придется учиться в масках.